27 октября главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Владимир Кротов осветил ситуацию с заболеваемостью ковидом в Десногорске. Прошла неделя, в течение которой город предпринял ряд сдерживающих заболевания мер. Как они повлияли на эпид-обстановку, смотрите в сюжете. С 28 октября город ушёл в локдаун. Казалось бы, ситуация с новозаболевшими должна медленно стабилизироваться. Но свежая статистика говорит об обратном. К сожалению, за неделю ситуация не улучшилась, а, к сожалению, она ухудшается. Если за предыдущие недели у нас регистрировалось 96-98 случаев, то за 4 дня этой недели зарегистрировано почти 190 случаев новой коронавирусной инфекции. Сейчас в отделении в Ковидовском 77 человек. 6 человек находятся в реанимационном отделении, 1 больной на искусственной вентиляции лёгких. Новая волна заражений позволила на практике проследить, как реагируют на вирус вакцинированные люди. В целом по Смоленской области пациенты, прошедшие вакцинацию, не превышают 20% от всех заболевших. Такая же статистика наблюдается и по нашему ковидовскому отделению. Процентов 10-12 это болеют привитые люди. То есть 85-87% это больные непривитые. Значит, смысл в том, смысл ещё прививки заключается в том, что вот эти 13-15% они заболели, но они болеют в лёгкой форме или в средней форме. В основном они все находятся на дому. Это говорит о том, что прививка работает и выполняет главную задачу – спасает от смерти. Для большей убедительности Владимир Кротов приводит мировую статистику. На языке цифр рассказывает, как взаимосвязаны процент вакцинированных и смертность от вируса. Чем выше процент вакцинированных, тем ниже смертность населения. Вот буквально две цифры. Объединённые Арабские Эмираты. 95% населения привито против ковид-19. Смертность, коэффициент смертности 0,29%. К сожалению, Россия в этом списке находится далеко не в лидерах. Россия привита 34% и смертность составляла 2,77%. Чтобы прекратить смертность от новой болезни, нужно не ослаблять темпы иммунизации населения. Медико-санитарная часть выделила дополнительный персонал для прививочных бригад, что позволит принять больше граждан, желающих пройти вакцинацию. По информации из медико-санитарной части, прививки будут проводиться в праздничные дни. Вакцин достаточно – 3450 на сегодняшний день. Поликлиника продолжит работу и выходные дни с 8 до 12 часов. День для отдыха у врачей только один – 7 ноября. В отличие от медиков, для остальных граждан в регионе установлен период нерабочих дней. И воспользоваться этой вынужденной мерой нужно правильно, воздержавшись от соблазна покинуть страну. Хотелось бы обратиться к жителям, перенести желание отдохнуть, искупаться, погреться на более благоприятное время. Потому что путешествуя, вы контактируете с огромным количеством людей со всей страны или из других стран. Вы можете привести штамм, которого нет здесь у нас в городе или в стране. Тем самым усугубить и так не очень хорошую ситуацию. Лучший способ провести выходные – остаться дома в кругу близких. Избегая нежелательных контактов. Крайне важно разорвать цепочки распространения COVID-19, сократив тем самым вероятность дальнейшего развития заболевания.